Что мы имеем сегодня в Казахстане? В Шанхае, в Пекине, в Ташкенте и в Москве, в Омске или в Душамбе у нас казахская нефть, казахский бензин не продаются. Мы его не получаем, эту прибыль. Казахские месторождения мы продали иностранцам, в частности китайцам, которые испытывают дефицит. В нефти и в бензине. Эти же китайцы его перерабатывают на Чемкенском нефтеперерабатывающем заводе, нефть Оргсинтез. Его вывозят на китайские нефтехранилища, частично скупленные трубопродуктопроводы или просто нефтепроводы. И покупают сеть АЗС. У нас же нефтяной стране, китайцы, не нефтяная страна, скажем так, скупает в нефтяной стране сеть АЗС и продает казахам нашу же казахскую нефть, нефть переработанную в бензин. Вот больше аморального, больше идиотской экономической системы очень сложно придумать. Посмотрите, какая разница с тем, что делал Советский Союз. Перед войной в самой, скажем так, капиталистической Европе они скупали АЗС и полностью в спасти цепочки всю добавленную стоимость присваивали себе, как и положено. И на эти деньги строили армию, строили детские сады, школы, больницы и так далее. Денег хватало на все. С учетом нашей экономической политики по нефти, мы не имеем в бюджете ничего, мы не имеем производства, мы разрушили всю промышленность, машиностроение, станкостроение, легкую промышленность и так далее. Из 2000 крупных и средних предприятий машиностроения у нас на сегодняшний день уцелело после 90-х годов только 10%. Из этих 10% значительная часть, 90% цехов простаивает, то есть не работают. То есть завод существует номинально, с вывеской. На примере, можно сказать, наших заводов в Алмате, завод Кирова, АЗДН. По существу этих заводов нет, но они номинально существуют. Они пускают некую продукцию в этих 5-10% цехов. Но как полноценный крупный завод, крупное производство уже отсутствует. Можно сказать, что у нас промышленности нет? Наверное, можно. Можно ли сказать, что у нас произошла не индустриализация, а деиндустриализация? Мы откатились на 50 лет назад. Мы откатились на 30-е годы, на тот уровень промышленного развития. Если брать нефтяной рынок, я уже говорю, мы должны всю цепочку забрать себе, национализировать, вернуть, где-то конфисковать, где-то найти обракованные явно кабальные условия договоров приватизации и их отменить через прокуратуру, через суды. Но нужно сделать так, чтобы мы с казахской нефтью выходили на казахскую сеть АЗС в Шанхае, в Китае, в Монголии, в Узбекистане, в Таджикистане, в Средней Азии. В Афганистане нет нефти, в Пакистане и в Индии нет нефти. Мы должны туда выходить со своей сетью АЗС, со своими трубопроводами. Вот тогда мы нефть, преобразуя у нас же в Казахстане через НПЗ, которые должно быть не три построены в Советском Союзе, а должно быть их 10-15. Мы всю нефть, все 70-80-100 миллионов тонн, которые вырабатываем, мы должны превращать в масло моторное, авиакеросин, бензин всех сортов, в пластиковые изделия, в резиновые изделия, в любые нефтехимические изделия. И таким образом мы не должны увозить ни одного грамма сырой нефти. Если для этого необходим административный мир, то мы должны на это тоже пойти. В частности, предлагается на 5-10% физического объема нефти ежегодно сокращать экспорт, как по каждой области, так и по каждой нефтяной компании и так далее. И вынуждать эти компании вкладывать деньги в нефтехимию, вкладывать деньги в строительство новых НПЗ, в модернизацию старых НПЗ и так далее. В конце концов, мы должны сделать так, чтобы вот эта нефтяная отрасль полностью была государственной, и по всей цепочке вся прибавочная стоимость доставалась, приходила в госбюджет для строительства больниц и детских садов. То же самое по зерну. Мы не должны вывозить и хвастаться на весь мир, что мы там продаем 2 миллиона тонн Ирану, несколько миллионов тонн вывозим в Китай, в Россию или куда бы то ни было. Мы точно так, такими же административными, экономическими и другими мерами должны привести к тому, что ни одного зернышка зерна мы не должны вывозить за рубеж. Все должно перерабатываться здесь, даже более того, в самих зерносеющих областях северного Казахстана, где должна полностью производиться переработка, и на экспорт должна идти мука, пряности, конфеты, кондитерские изделия, макароны, любые хлебопродукты, но не сырое зерно. Точно так же и черные цветные металлы. Мы должны административно сокращать объем экспорта, увеличивать количество заводов, фабрик, которые их перерабатывают и доводят до конечной продукции. Вот тогда мы и достигнем того, что мы восстановим промышленность, это раз, ликвидируем безработных в СУ-2. Что мы имеем по безработице? У нас на сегодняшний день 3 миллиона 126 тысяч людей, которые получают официальную зарплату. С учетом 8 миллионов трудоспособного населения, у нас 5 миллионов безработных. И когда нам говорят про самозанятых, это все ложь официальной статистики. Это такой новый яс, который прикрывает голую задницу нашей пустой, обанкроченной экономической политики. И мы должны с ней расстаться. Только вот путем полной переработки природных богатств, путем их национализации, добывающей, перерабатывающей промышленности и наращивания мощностей современных отраслей, которых у нас нету даже по сравнению с Кунаевским периодом, напомню, что на период распада Советского Союза в Российской Федерации у нас насчитывалось около 300-350 отраслей, в Казахстане насчитывалось 74 отрасли. То есть мы должны, с учетом богатства, природных ресурсов, полезных ископаемых, мы должны дойти до уровня 350 отраслей, конечно же, современных, конечно же, включая в первую очередь отрасли машиностроения, станкостроения. С помощью станкостроения мы должны клонировать заводы, мы должны с помощью станкостроения различных марок, различных категорий должны плодить огромное количество различных станков и с помощью них уже дальше плодить большое количество заводов машиностроения для легкой промышленности, пищевой промышленности Вот таким макаром, с помощью такой стратегии, с помощью рекомендаций специалистов, которых мы будем привлекать, мы собираемся ликвидировать полностью безработицу, полностью решить проблему с работой для 5 миллионов человек. Решить проблему с тем, чтобы изменить структуру даже работающих. Если посмотреть внимательно, из 3 миллионов человек, у нас 1 миллион это государственные служащие и бюджетники, врачи и учителя, остальные заняты в основном в торговой сфере обслуживания. Как правило, производство поглощает мизерное количество работающих. С учетом того, что мы имеем по структуре экономики развитых стран, в том числе тех стран, которые поднялись за последние 10-20 лет, за счет современных технологий, за счет технологий по развитию компьютерной техники, софтовой связи и так далее, нам нужно быстрее догонять их, опередить их. И нет ничего нереального в том, чтобы с помощью введения системы глубокой мотивации всех работников, всех категорий работников, руководителей и контролеров для каждой отрасли, мы могли бы сделать так, что мы могли бы поднимать отрасли быстрее, чем Китай и другие страны. У Китая много ошибок, и если мы восполним их плюсы и заполним те минусы, на которых они пока спотыкаются, Казахстан может стать одним из мировых лидеров в тех или иных отраслях. Не надо смотреть на размер, не надо смотреть на численность населения. У нас есть свои плюсы, свои минусы, которые надо учитывать. Поэтому проблемы безработицы, проблемы переработки сырья в тех или иных сферах мы можем спокойно решать. Нужно просто грамотное, честное, главное честное, некоррумпированное правительство, которое думает не о собственных кошельках, не о собственных швейцарских счетах, не о том, что они будут делать на пенсии с ограбленными государственными бюджетами, а что думать о стране, о ее будущем и о той памяти народа, которая останется после них. Тогда у нас все получится. Спасибо вам за внимание.